Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Как я уже говорила по многочисленным просьбам зрителей, я повторяю видеоролики про установку вот этих систем обогрева грунта, потому что многие интересуются, некоторые вообще не представляют, что это такое. Я первый видеоролик выложила, как я все выбирала, я даже просила помощи зрителей, посоветуйте у кого какая система обогрева. Мне написали много-много разновидностей, я выбрала самую приемлемую для себя, два вида обогрева. В предыдущем ролике рассказывала нагревательную ленту, прогреющую ленту фабричного производства. В этом видеоролике я расскажу про установку вот этого греющего кабеля своими руками. И если первый вариант нужно обязательно покупать на заводе, где-то выписывать, то второй вариант продается в любом городе, потому что эти кабеля, кабели, опять кабеля-кабели, ой, запутали меня кабеля эти, они продаются для, люди покупают, для, короче, для установки теплых полов в домах. Это обыкновенные, вот ванну, которую на кухню устанавливают. Смотрите, может быть кому-то будет интересно, и кто-то, кто надумает сделать обогрев грунта, вот такой кабель купит в своем магазине, в своем городе. Сразу скажу, что вот эту мы уже в прошлом году испытали, вот которая самодельная, работает прекрасно, там даже выросла горчица, которую я потом кушала. Но в последующих роликах я покажу вам, ну что она работает, что там действительно все растет. Все, смотрите видеоролик. С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 октября, и вот работа по установке вот этих отопительных всяких кабелей, греющих лент для подогрева почвы в теплице в самом полном разгаре. Что-то здесь вообще где-то не сделано, вот этот уже закопали. И я сейчас хочу начать вам рассказывать о подогреве почвы с варианта номер 1. Я уже говорила, что здесь у нас один будет способ, здесь второй. Первый вариант это самодельный сделать, пришлось, мат из греющего кабеля. То есть покупали просто как проволоку, греющий кабель изолированный, и вот так вот зигзагом, зигзагом, зигзагом раскладывали. Сейчас я расскажу о всех процедурах, операциях, которые пришлось нам сделать, чтобы положить в этот кабель. Сначала поставили вот эти короба, плаха десятка у нас была. Вот в две плашки мне муж скорлотил короба, потому что для над греющим кабелем должно быть 40 сантиметров земли. И я подумала, что чем вот эту выемку делать трудоемкую 40 сантиметров земли, лучше я сделаю грядку высокую, то есть 20 сантиметров оттуда уберем, а 20 я насыплю нового плодородного грунта. Это и физически легче, и грунт будет новый плодородный на несколько лет, и грядка высокая будет прогреваться лучше, и намного реже придется включать вот этот греющий кабель. Все, коробок сделали, потом, конечно, нужно было промазать антисептиком. Мы брызгали с этого сопрыскивателя, которым растения брызгаем. Видите, тут стеночка немножко забрызгалась. Вот антисептиком покрыли. Сейчас я покажу марку антисептика, которую я использовала. Марку антисептика я не знала заранее, поэтому просто приехали в строительный магазин и выбрали на свое усмотрение. Написано, антисептик трудновымываемый, консервирующий для тяжелых условий. Как я поняла, что в теплице у нас условия тяжелые, то есть здесь повышенная влажность, здесь же долго он будет во влажных условиях, поэтому выбрали вот такой. Стоит примерно около 500 рублей 5 килограмм. Хватило на всю теплицу на два вот таких короба. Это от гниения, от различных грибковых заболеваний, но от всего, от влажности. Все. Но так как мы эти высокие грядки решили сделать на века, мы еще решили с мужем, что мы вот здесь полиэтиленом, проложим полиэтилен между плашкой и между землей. Потому что я увидела в некоторых видеороликах, там говорят, что летом, когда земля высыхает, она может в щели высыпаться. У нас, правда, сильно никаких щелей здесь нет, но все-таки от того, чтобы, опять же, не гнило. А может сделали хуже, может быть, если бы этого полиэтилена не было, то там сырость бы не скапливалась. Может быть, от пленочки наоборот будет плашки сыра. Не знаю, но сделали вот так. Еще полиэтилен. Ну и так как во всех вот этих отопительных приборах, что кабель, что лента греющая, везде написано, что 40 сантиметров должен быть грунт, то пришлось, конечно, делать выемку этого грунта. То есть вот у нас этот короб и еще вниз вот эта вот глубина залегания этого кабеля, этой ленты должна быть 40 сантиметров. Поэтому с одной стороны вот этой коробки сдвигали землю на эту сторону для того, чтобы начать укладку. Сейчас, когда здесь вот положим половину, тогда засыпем вот этой землей, сюда же переместим снова, а там опять придется заглублять. И после этого будет у нас слой перегноя, слой дерновой земли. Удобрю все, перекопаю и посею в этом году сидираты, чтобы сделать тестирование вот этих вот приборов обогревательных. Осенью хочу вырастить сидираты поздние. Но, к сожалению, я очень поздно придумала показывать все это подробно. Пока я начала показывать, мы вот этот кабель уже зарыли, и мне остается вам показать только инструкцию. Я думаю, ну ладно, покажу инструкцию, так же, как у нагревательной ленты, все подробно-подробно, и все люди все поймут. Но пока укладывали кабель, я инструкцию так далеко прибрала, что очень долго не могла ее найти. И пока я искала инструкцию, муж уже наклал земли, я насыпала сидираты, и вот сегодня я инструкцию нашла. В это время уже и поле мое здесь взошло. Короче, эту половину я вам буду показывать вот по книжке, просто расскажу, как делали, и все. Ну, все тут уже растет у нас. Вот тот грунт, который старый, сверху положили перегной со свежей землей, еще 15-20 сантиметров. Короче, весь слой над кабелем у нас около 40, но не точно 35-40. Это не точно, потому что делаем первый раз. Я не знаю, будет прогреваться или нет. Муж говорит, что, наверное, очень толсто, наверное, не прогреется. Если не прогреется, мы тогда снимем немножко. Еще сразу хочу добавить, что везде в инструкциях написано, что нужно металлическую сетку укладывать, ну, чтобы не сместить, не повредить. Но мы не укладывали, потому что слой грунта очень большой не достать, ничего там мы не повредим. Это во-первых. А во-вторых, просто-напросто у нас нет этой сетки. Все, сейчас я также покажу вам, прям на стол положу, покажу вам всю эту инструкцию. Это вообще неизвестно, наверное, какой-то нерусский. Вот теперь у нас будет два варианта. Один кабель уложенный, так, спиралькой, а другой нагревательные ленты. И на будущий год я вам уже точно могу сказать, какой хорошо греет, какой нет, какой работает, какой нет. И вообще, стоит ли возиться, это очень, конечно, большая работа проделана, стоит ли возиться с этими нагревательными. Ну, мне очень хотелось. Вот, как я вам говорила, если первая нагревательная лента, она на заводе уже готова, сделана специально, то эту мы закладывали сами. Это для теплых полов. И так, как она уже закапана, я просто сейчас инструкцию вам покажу. Вы почитаете и... Так, кому нужно ознакомиться, просто для того, чтобы потом сравнить то и другую систему подогрева грунта. Тут тоже есть какие-то характеристики, но так, как она совсем для другого, это вот, там написано в ваннах, чтобы теплый был пол. Я даже не знаю, она будет у нас работать или не будет, поможет она нам или нет. Сейчас вот дойду до этого, до схемы и расскажу вам. Мы вот так же, как здесь показано, как вот укладывается пол, ну, где-то в ванных комнатах или еще где-то, мы так же укладывали на землю. Просто постелили под каждую, вот эту, ну, под каждый проводок, как она, фольга с поролоном, не знаю, как называется, полосочки такие, шпильками пришпилили, чтобы она не съезжала с места. И вот так вот по всей грядке, туда-сюда, 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 вот этих червяков мы разложили. Вот еще, она вот здесь хорошо показана. Вот так мы все делали. И все. Потом так же, как греющий кабель, но тут мы делали без песка, потом так же закрыли слоем 35-40 сантиметров. Сейчас последние странички, покажу, и все. Просто мне, чтобы не объяснять о системе, не тратить зря время, как работает этот пол, вот кому нужно. Я больше чем уверена, что большинству эта информация не нужна, потому что не все же будут делать самодельно, это сложновато немножко. Ну и все, здесь. Я, если честно, даже не знаю, чего он производится, но написано гарантия 20 лет. Все. На будущий год, рано весной, я надеюсь, мне эти теплые полики помогут высадить пораньше рассаду, потому что у меня сибирский регион, все-таки холодно. Сейчас видели, там уже седираты растут у меня. Ну посмотрим, стоит ли. А, еще забыла сказать, что 5000 кабель, набор 50-метровый, и 1000 терморегулятор. Этот обогрев правой грядки у нас обошелся 6000, а с левой стороны две нагревательных ленты по 3300, 6600. Когда у меня спрашивают, какой дороже, какой дешевле, по стоимости они почти одинаковые. Этот 6000, и тот 6600. Все, до свидания. Продолжение следует...